Сегодня у нас киневистов теста. Это просто информационная встреча, которая анонсирует работу немецких режиссёра и художника совместно с нашими писателями, режиссёрами и актёрами театра и новозвития, так называемого Халькова. Я подробнее расскажу, что на базе Хальковского театра для детей и юношества при поддержке Министерства иностранных дел в Германии, идет института в Украине, Дома Нюрмы, Петерга и почётного консульства ФРГ в Халькове. В город приехали немецкие режиссёры и художники для постановки романов Сергея Жадана и Бишнов. Сейчас мы подробно расскажем, чем отличаются украинские зрители от немецкого, как тщательно проходят репетиции сегодня. Маркус Бартен, режиссёр, Филипп Кипера, художник, Сергей Жадан, писатель, Андрей Габатович, директа, Александр Коусун, главный режиссёр театра. Для детей это юноша. Я просто теперь думаю, с кого начать. У нас очень много спикеров или вообще, наверное, больше. Это у нас должен быть сегодня диалог. Да, с кого? С гостей или с... Ну, я так думаю, что мы все же таки можем представить наших гостей, потому что они главными, скажем так, кинтеатрами цієї истории. Основа – это уже роман Ферьєра Занак, а территория – это наша с директором территории для детей та юноса. Я думаю, что нам все же наши гости треба начать. Треба с гостей. Приди почнемо с гостей. Ну, мы уже рассказали, кто они и таблички в принципе стоят. Поэтому о задумке, о том, как она будет воплощена на площадке Харьковского театра. Наверное, мы видео продемонстрируем, видеоработы, которые уже были. Ну, пожалуйста, Вы, пожалуйста, мне иди, Марко, Вы должны мне иди erzähли, какую идею Sie бы оттягивать, как Вы себе эти сценируете, и как это все было, чтобы выйти. ДиПЕШМОД Это было огромное событие, и это очень высокая степень. И это было бы нам очень рад, что Сергей Федан это представление, и он посетил нас в Ландшут в Нидербайане в Нидербайане. И уже после этого... Да, да, да. Нам очень приятно, что... Вы слышите? Да, да. Мы уже много лет работаем с этим романом, который стал пьесой благодаря, скажем так, переводу на украинский язык немецкой версии пьесы, и для нас большая, скажем так, честь и радость иметь возможность готовить здесь эту постановку в Германии. Эта постановка, скажем так, имела большой успех, вызвала в то же время определенную резонанс в театральных кругах. Мы и ранее предпринимали попытки поставить здесь в Харьков эту пьесу, но, к сожалению, по техническим и организационным причинам нам это раньше не удавалось. И letztes Jahr bekам ich einen Anruф vom deutschen Generalkonsulat in Киев, и dort kam wieder die Idee, man sollte es doch endlich mal zu einem Das-Spiel kommen lassen. И я им им leider wieder absagen müssen, weil alle deutschen Schauspieler не mehr zur Verfügung standen. Но я была идея, это в Харьков в Харьков в одном Театре новое место. Das war die Geburtstunde dieser Produktion. Скажем так, час рождения этого спектакля пробил в прошлом году, когда мне позвонил немецкий генеральный консул из Киева и предложил наконец-то поставить эту постановку. Причем речь шла о постановке с немецкими актерами. То есть это были выездные гастроли немецкого театра, как бы предлагались. Но я, к сожалению, вынужден был ему отказать в данном предложении, потому что все немецкие актеры были заняты. И вот тогда родилась идея, почему бы в Харькове наконец не поставить эту постановку с местными актерами. И вот так, когда мы встретили это прекрасное Театр и эти прекрасные коллеги здесь знакомы. И мы сразу заметили, что в этом Театре в этом городе, где этот Роман играет, где эти Фигуры живут и живут, в этом городе, в этом городе, в этом городе, и эта новая продукция – это замечательная и, возможно, лучший город, чтобы начать эту продукцию. В течение наших нескольких визитов в город Харьков и также в Театр юного зрителя мы познакомились с его замечательными, скажем так, сотрудниками, участниками. И мы поняли для себя, что именно, во-первых, в Харькове обязательно этот спектакль нужно ставить, во-вторых, именно в этом театре. Но важна как бы постановка в Харькове, потому что именно здесь происходят события романа, именно здесь, как бы, родина вот тех персонажей, о которых повествуются в романе. Моя, скажем так, моя театральная постановка романа, которая была с Сергеем Шданом обратно передана на украинский язык, она максимально приближена к оригиналу, к роману, максимально, насколько это возможно. Этот роман является примером литературного произведения, который прекрасно подходит для постановки в театре. В этом романе представлены разнообразные, очень контрастные фигуры, достаточно яркие конфликтные ситуации, трогательные сцены, трогательные судьбы. Поэтому этот роман очень хорошо подходит для театральной постановки. Роман и также пьеса представляют себя замечательную, увлекательную историю о дружбе и о борьбе за существование. И, собственно, что нужно больше, чтобы чтобы поставить удачный Сфектакль. В тех театральных средствах, которые мы будем использовать при постановке этой пьесы, мы будем использовать различные литературные формы, которые есть в нашем распоряжении. Это будет смесью драматической игры и лирической презентации. В нашей работе мы стараемся максимально, скажем так, придерживаться с драматической и реалистической концепцией Сергея Жадана. В том числе мы будем стараться передать на сцене беспощадную, скажем так, радикальность из персонажей Романа. В том числе мы будем стараться перед тем, что мы будем стараться перед сценической работы. И сейчас я хотел бы передать слово моему коллеге Филиппу Киферу. Когда мы в 2010, как мы это делали, то были в Киеве,, которые мы смогли сделать, мы проходили в Киеве в том числе и в начале, в том числе, в том числе, в том числе, в данном путье, и все эти места и адресы мы смотрели три или четыре года здесь. Мы идем в этот «Род-Мови» через город Харьков и смотрели все места, где они находятся, где они находятся, чтобы нас inspirировали, и мы смотрели, где все это было в оригинале, и как мы это можем adaptировать. Постановка спектакля в Германии в 2010 году состоялась по Ротландску, примерно за 4 месяца до этого в 2009 году мы приехали в Харьков и, скажем так, проехали и прошли по всем местам, где действительно происходили события романа, чтобы как бы проникнуться всей этой атмосферой и увидеть вживую, где происходили их события в реальной, так сказать, в реальной жизни. Украинские отношения и эти отношения уменьшились на Украинской области, чтобы спектакли, которое мы синимали, для участия с игроками. Мы помню, что с собой, когда мы были в жизни, мы были в том числе и на сегодняшний день. И мы делали много фотографий, документы, купили уже костюмы. И мы взяли это вместе, чтобы это представить и для того, чтобы играть в фильме. Вы были здесь не в этом фильме? Нет, в этом фильме были не в этом фильме. Мы были здесь вдвоем с Маркусом, актеры с нами не приехали, но мы для них приобретали костюмы. Нам очень было важно проникнуться, максимально проникнуться, скажем так, духом украинской реальности того времени. И мало того, что проникнуться самим, еще и привести как бы как можно больше этого духа внутри нас для актеров, чтобы передать им, чтобы напитать этим. Ну, мне кажется, нам это удалось. И вовремя для этого, как это было бы не возможно, всю страну Хаки на Киеве. Мы так с вами говорили, что если вы этот тител не принимаете, то есть этот тител Депешмот, который не занимается, который не занимается, который не занимается, но он не занимается, но он только в детстве. И когда мы с этим титом и взяли влажно, который посетит в этой облажении, который в этом году, который имеет все это в миру, и который является метаферным облажением для детей, это было идеей, эту метаферу на сцене, и вообще тоже на сцене, чтобы создать метаферу на сцене. Основой нашей концепции в постановке данного спектакля, в плане сценической работы, была следующая. Роман и пьеса называются «Депешмот», но речь идет не о самой группе, которая упоминается лишь вскользь. Это определенная метафора. «Депешмот» можно перевести как «ускоренный режим». Вы знаете, какие это были времена для вашей стороны. И вот эти молодые люди, о которых идет речь в романе, они оказались в таком ускоренном режиме, скажем так, своего развития. И наша задача, вот эту метафору, было воплотить на сцене. Это то, над чем мы работали. И в начале романа он говорит, что это был вечер. И этот роман мы взяли и установили его на сцене. И это я называю структурой метафорой. То есть этот роман, который для игроков, для игроков и, наконец, для зрителей, очень внимательный элемент. И это, конечно, очень много льду. Романе говорится, что события начинаются, происходят дождливым летом. И поэтому дождь, он также будет присутствовать. И присутствовал у нас в спектакле. Это тоже своего рода метафора, чтобы актёры, особенно чтобы зрители, прочувствовали эту атмосферу, в том числе благодаря дождю. И вот дождь был для нас очень важен, чтобы передать атмосферу романа. Мы стараемся передать, что язык, речь является не только каким-то интеллектуальным, психологическим процессом, но также процессом непосредственно физическим. Мы старались делать так, чтобы слова, речь актёров, чтобы они слились с дождем, какое-то единое целое. Да, да. Да, да. Отлично. Даже в моих убийствах, как единым Девастом, бы сREE recipe Ps xS癒. Он, как говорит с ней, как тебе реализуется, что эта свеway и так собирается на движение не помогает меня р DONمة в воздухе. И вот этот ускоренный режим, о котором мы говорили ранее, как бы название Романа, вот эта метафора, в нем оказывается нашим романом, наши действующие лица, причем, что интересно, что скорость, да, вот этой реальности, в которой они находятся, она достигает таких высот, что, как бы, местами даже невозможно воспринять, то есть это так быстро, что это практически медленно, да, и мы наблюдаем вот эти какие-то резкие переходы, да, между очень высокой скоростью и фактическим замиранием. И вот именно вот на этом разломе находятся наши герои, и мы видим, как они себя хотят вести в этой ситуации, как они себя могут вести или как не могут. То есть в этом спектакле мы ищем, скажем так, вот такие формы, когда сочетается движение актеров, язык, которые лучше всего передают вот эту ситуацию. Это, конечно, что многие люди, наверное, как новое или необычное, как необычное, как необычное, как необычное, как необычное. Это была новая форма, которая очень экспрессивная форма, которая очень экспрессивная форма, которая может назвать новой даже для Германии, то есть, скажем так, язык, тело, движение актеров. Он будет иметь очень экспрессивную форму, и он будет понятен и близок к зрителю. Гуд. Совет. У меня пока все. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы с удовольствием нам какие-то. Кроме и поблагодарим. Сергей, может, вы скажете? Да, скажу, да. Поговорнее. Для письменника завжди цікаво спостерігати, як його книги живуть своїм життям, і не залежать від нього. В цьому випадку з Депешмодом особо цікава історія, тому що він вийшов як книга 11 років тому, восени 2004 року, і з того часу він існує в різних виглядах і в різних форматах. Скажемо, є дві аудіоверсії українська і німецька. Німецьку, до речі, начитав незвичайно фантастичний актор, і, на жаль, бомер Гаррі Ровальд, доволі відомий, як в Німеччині такий чоловік, і він дав свою версію цієї книги. А крім того, Депешмод, він ішов в кількох країнах, на кількох театральних майданчах, і в Україні, і в Литві він зараз йде, і в Австрії, і в Німеччині. А крім того, скажімо, є навіть фільм Депешмода. Тут є Мішга Лукьянко, харківський режисер, який минулого року зняв короткометражний фільм за цим романом. Тобто, книга живе якійсь своїм життям, і за цим цікаво спостерігати. А от постановка Маркуса і Філіпа – це була перша театральна постановка, і незвичайно цікаво і незвично було бачити цих персонажів, власне, в такому фізичному тілені, коли вони стояли на сцені і щось говорили, і коли ти фактично свої слова бачив не на папері, а чув їх вживу. Тим більше цікаво було спостерігати за реакцією німецької публіки, це теж якесь таке фантастичне було видовище, я приїхав якраз на закриття сезону, і, власне, в театрі була така специфічна публіка. Півзалу це були пенсіонери, а півзалу були піонери. Тобто була старша публіка, була дуже молода публіка. І потім в нас була дискусія з ними. Цікаво дивитися, як, скажімо, ті речі, які для нас і з вами тут в Україні є зрозумілими, саме очевидними, якимись, можливо, дуже простими і банальними, як вони сприймаються за кордоном, як вони сприймаються в тому середовищі, в тому суспільстві, яке не знайоме з нашими проблемами, з нашими радощами, з нашою специфікою. І цікаво спостерігати, як, скажімо, цей елемент екзотики зникає, а натомість поступають якісь речі, які для нас усіх є універсальними. Мені здається, що ця книга, вона насправді про універсальні речі, вона про дружбу, вона про дорослішання, про входження в дорослий світ, про сприйняття цього світу, про несприйняття його, про намагання, бажання прорватися крізь якісь обставини, про якісь речі, які нас фактично інформують. Тому що там головним героям 17, 18, 19 років – це саме той вік, коли ми фактично стаємо самі собою. Тому, знову ж таки, цікаво, як це все будуть грати харківські актори. І особливо цікаво, як це сприймало харківськору. Харків місто з давніми і дуже серйозними театральними традиціями, із серйозним і насиченим театральним середовищем. І я думаю, що це буде хороша інтрига. І хочеться більше побажати успіху режиссерам, акторам, дирекці, таатру ісім, хто працюватися до цього років. Тепер не фізично, а морально, творчіська площадка прийняти. Тепер це відбувається до цього років. Уже йдут репетиції, і тому ми можемо якісь вже промежуточні, і маленькі-маленькі итоги подвести, поскольку прошла цілая неделя репетиций. І технічній підготовці і немного времени більше. Мені дуже було приємно слухати наші колеги, що наші актери – це той творчий потенціал, який готов играти такий матеріал і з яким інтересом вони працюють. Дуже за цю неделю. Ну і, естественно, технічні можливості. Тоже вчора був екзамен, оприделений на текнічні можливості театру, і театр здавав цей екзамен. Тому ми надаємся, що всі задачи, і технічні, і актерські, і творчі, які стоять перед театром, обязательно будуть виконені. Інакше ми б і не пыталися і цей матеріал, і цей інтересний, брати в свій репертуар. А для нас, в общем-то, завжди двері відкриті для многих проєктов. І тут, в Харкові, а тим більше для такого проєкта, я надеюсь, стане, знаєте, оприделённим итогом і оприделённа точка відчёта в дальнійшій житті театру і в поисках своєго лиця і своєго предназначення здесь, в Харкові. Тому що у нас ведь театр для дітей і юношества. І вот якщо для дітей ми вже маємо своєго зрителя, той, який приходить практично на всі спектакли детські. Тепер ми хотим, щоб і молодёжь також була у нас в зрительному зале. І цей спектакль одна із тих капель, які буде робити от цей огромний море і океан. Александр Холшин, як адаптируєте ту німецькому визненні театру? Ну, я можу без мікрофону сказати, в принципі, у мене голос нормальний, поставлений. А от, враховуючи свою театральну практику у різних театрах, то я можу подключатися до вас, до ваших вух, до ваших сердець. Насправді, це наш, ніби, шлях нашого театру, який ми започаткували з Андрією Федоровичем по розвитку і беручи нові напрямки, нові форми, нові ідеї. Сама ідея Депешмод у нашому театрі, воно, ну, ніби, знаєте, от бувають такі обставини, коли ніби випадковість, а насправді вона якась є закономірністю. Я відвертався з Києва, я не повинен, був в Києві, виходжу на вокзал і зустрічаюся біля Курілки з директором Нюрнбергхаус. Зустрічаємося з ним, я в нього питаю, Толя, ти з Києва їду, а що там, був там на прийому, везу одну ідею до нас у Харків. Я кажу, я теж з Києва, там, зі своїми якимись думками, а що в тебе за ідея? Ну, от, німецька команда хоче ставити виставу Депешмо, Сергія Жозона. Кращого місця, ніж Курілки, домовитись немає. Я, як режисер, головний театр, і ти, як носій ці ідеї, давай тут одразу і так. Короче, ми вирішили це буквально за одну викорену сигарету. І цей проєкт, ніби почав народжуватися, якраз зійшлися точки відліку на нашому вокзалі, зійшлися координати, всі там паралелі, мердіани, і от одна сигарета вирішила фактично подальшу долю цього проєкту. Ніби випадковість, так? А мені здається, в цьому є певна закономірність, тому що театр для молодої аудиторії, яка бере участь саме в цьому романі, в цих подіях, вони не десь там далеко, там в історії, вони от буквально відбуваються, навіть і сьогодні, ті ж самі райони, ті ж самі місця, вони залишаються такими, як Сергій написав їх в романі. І люди, які грають в нашому театрі, і все це, зараз вже приступили до репетиції, для них не є, це абстрактним, невідомим, вони абсолютно чітко, і конкретно знають, що відбувається, який взаємостисут, і навіть мову, яку запропонував Сергій для нашої театральної версії, він був присутній на наших перших репетиціях, тобто це були чітки, які він виправляв нам правильно постанову, ну, деяких там термінів, це лише, це лише, мовна адаптація під сьогоднішній реалії. Тому весь процес дуже цікавий, і мені здається, що можна декларувати якісь там європейські цінності, якісь там, якісь заоблачні, якісь ідеї, а воно все реально тут, і Європа тут, і ми в Європі, все, воно зійшлося саме тут, на території нашого театру для дітей та інасту, який є, я вважаю, зараз таким кідлайнером нашої театральної програми в Харківі, який всі розрулюється в ситуації, дає певну тонамість, піднімає планку наших театральних амбіцій, тому що театральні люди, вони все одно, ну, ніби так, ми всі там от, пан Сергій Бочко десь був, ніби збираємось на території, так, нашої будинку актора, але все одно, кожна амбіція, все ж таки, хоче бути трішечки, ну, ніби, кращі, вищі, один за одного, це дуже, я вважаю, це класно, тому що це, ну, ніби, підштовхує наш процес, не дає засиджуватись, залежуватись, кількість театрів, вона вимагає бути креативним, бути деякої міри жорстким в цьому просторі і завойовувати цю територію за рахунок саме таких амбітних проєктів, ну, ніби, Чизгач Бог все сказав. Так, є питання Вікторія Березька, обласне радіо. Нічого не було сказано, власне, про концепцію вистали, що ми побачимо, які декорації, якою мовою і тима все це українською чи російською, на якій сцені, на Великій чи на Марій? Чи це для всіх, хто зможе відвести, хто захоче, яка буде музика там, сучасна амбіція? Так, Вікторія, це зрозуміло. Ми зараз можемо показати, чому саме отак от зібралася вся наша така кампанія. От наше бажання із директором підтягувати найкращі європейські зразки, формати і режисури, як тобтої гри, і так само сценографічного рішення. Ми зараз, як наочний приклад, можемо показати кілька фрагментів невеличких робіт, наших колег, Маркуса і Філіппа, вони працюють в тандемі, і ви одразу зможете зрозуміти театральну естетику, яку вони нам пропонують. Це фрагменти, може Маркус нам може пояснити, що і як він хоче показати, більш детально пояснити. А ми подивимося, потім обов'язкуємо. Так, так скажемо. Ні, звичайно розкажемо, на якій сцені спектакль, хто занят, і т.д. Творчіска, ідея, це все за режиссуртехнічіска, це я розкажемо. Зам' aggrav. Тощо могла ми спектакляже розкажемо. 已經 знаю, не в checkpoint. Хіде variants важна, а з' зі втори сати Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 DИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА DИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА